Что общего у жителей самой большой территории Югры? Проблемы и достижения в цифрах и фактах. Сегодня в программе «Большой район». Меня зовут Максим Щербаков. Здравствуйте. Новости в «Большом районе». Новости в «Большом районе». Можно проводить огнеопасные работы, выходить на пикники и так далее. В связи с нарушением, если жители отважатся это сделать, то на физический клик накладывается штраф от 2 до 4 тысяч. Чтобы получить такое взыскание, гражданам достаточно просто зайти в лес. К примеру, на прогулку или пикник. Размер штрафа увеличивается, если развести костер, тем более, если это приведет к пожару. С начала этого сезона в Сургутском районе произошло уже два возгорания в лесах. Оба удалось потушить. Наиболее крупная площадью около полутора гектаров была на территории Сытоминского лесничества. По мнению брандмейстеров, пожары случились по вине человека. Неосторожное обращение с огнем – причина большинства возгораний в зеленых массивах, считают специалисты. В связи с этим на время опасного периода в районе и введен полный запрет на посещение лесов. Нарушителей ищет специальный патруль. Сад памяти продолжает расти. Школьники большого района во всех поселениях присоединяются ко всероссийской акции в честь юбилея Победы. Об этом сообщают в паблике глава в районе ВКонтакте. Фотографиями родителей ребят и девчат делятся в соцсетях. Напомним, по всей России в знак памяти о 27 миллионах павших советских гражданах в течение года планируют посадить столько же деревьев. Каникулы близко. У учеников начальных классов из Сургутского района 16 мая пройдут последние уроки. Со следующей недели дети будут заниматься только дополнительным образованием. Уроки по интересам организуют в удаленном формате. А вот для тех, кто постарше, учебный год продолжится. Что касается остальной категории наших детей, то 30 мая станет последним учебным днем в зависимости от календарного режима работы школ для 5-9 классов. И 10-11 классы, самый последний срок завершения учебного года, это 6 июня. На сегодняшний день нет никаких документов, которые будут регламентировать порядок проведения экзаменов в измененные сроки. Последние сроки у нас были, начало экзаменов было 8 июня. Судя по всему, срок сдачи ЕГЭ будет перенесен на более поздний срок. Сейчас районные власти ждут решений федерального и регионального уровней. Но уже известно, что итоговые экзамены для выпускников 9 классов в этом году отменены. Не откроются в привычное время и пришкольные лагеря. Срок перенесен минимум до 1 июля. Какие новости в поселениях? Об этом узнаем напрямую. У нас на связи глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов. Дмитрий Владимирович, как обстановка? Ну, пока идут карантинные мероприятия. Мы активно занимаемся тем, чтобы в июле месяце принять участие в отборе проектов по комфортной городской среде. В администрации Сургутского района в июле месяце будут отбирать лучшие проекты для реализации их в 2021 году. На нашей территории мы бы хотели обустроить многофункциональную площадку, которая состоит из трех функциональных зон. Первая – это детская игровая зона, вторая территория – это зона активного отдыха, и третья территория – это площадка, так скажем, пассивного отдыха, ну, такой, так скажем, микросквер или мини-сквер. Все это планируется объединить в такой единый комплекс. Территория уже, в принципе, определена, жители за нее проголосовали, поэтому активно работаем и надеемся, что в июле удачи нам будет сопутствовать. В остальном на территории все в штатном режиме. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо. Отвлечемся от коронавирусной темы. В Большом районе продолжаются работы на десятках объектах. Даже в условиях пандемии стройки в муниципалитете не останавливались. С усиленными мерами безопасности и соблюдением эпиднорм подрядчики строили дома, возводили спорткомплексы и завершали другие важные для всего района проекты. Так, в Локосово уже готовы ввести в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения. Для поселка – уникальный объект. За всю историю, на одном из самых отдаленных уголков муниципалитета, ни разу канализационные стоки не очищались по цивилизованному. Десятки миллионов рублей из районной казны каждый год уходили на их вывоз. Что еще нового появится в Локосово в ближайшем будущем? Будет ли продолжено благоустройство села? И что с ремонтом местной школы? Подробно о рабочей поездке Андрея Трубецкого в нашем следующем материале. На этой площадке 70 миллионов бюджетных рублей. Именно во столько обошлось строительство канализационно-очистных сооружений в Локосово. Солидные затраты должна купиться в ближайшее время. На вывоз стоков из поселка ежегодно тратили около 30 миллионов. Строительство КОС идет по плану, но не без трудностей. Единственное, что у нас проблемы с грунтами, никак не можем еще пока с водой побороться, потому что шахты здесь, большие кирпичные заводы. Грунтовые воды хоть и доставляют проблем, но они решатся в ближайшие дни. Чиновники заверяют, а честные запустят вовремя. Полностью закончен строймонтаж оборудования. С завтрашнего дня приступаем к приему стоков и пуска наладки. То есть я думаю, что в июле месяце полностью закончим эти объекты. КОС в поселке запускают как нельзя вовремя. Нагрузку на отчестные обеспечить новый капитальный дом. Его строительство завершилось в Локосово в конце апреля. Администрация Сургутского района уже выкупила 30 квартир для переселения из аварийного фонда. Сургутским районом построен новый 30-квартирный дом. И с его вводом ожидается, что проблема аварийного жилья в Локосово будет решена полностью. А вот работы на другом объекте в Локосово еще не начались. На месте старого снесенного детского сада должна появиться общественная зона с тренажерами для воркаута, детской площадкой и полосой препятствий. Но пока даже конкурс на муниципальный контракт не разыгран. Администрация Локосово отказалась передавать полномочия. То есть будут делать сами. Передадим межбюджетными трансфертами эти деньги. И конкурс будет уже проводить администрация Локосово. Выделенность бюджета 15 миллионов рублей. А вот ремонт в местной школе вопрос решенный. На средства из муниципальной казны уже в конце мая здесь начнутся капитальные работы. В частности в этой школе будут и батареи закрыты, и ремонт санузлов, и бойлеры поставлены. Практически во всех школах, детских садах в этом году еще раз хочу сказать. 9 объектов мы ремонтируем капитально и более 40 текущих ремонтов. Во время посещения школы Андрея Трубецкого ждал сюрприз. Главе района показали макет сквера с необычной скамейкой в виде гитары. Его изготовили местные ребята. И вот то, о чем мы когда-то мечтали, а может быть это вот у себя и будет. А арт, скамейка, пак отдыха, ну может быть пока это мы... Давайте сделаем. Давайте сделаем. У нас сейчас кризис идей наблюдается. Деньги есть, а вот что делать не... Да. Сейчас дело за формальностями. В поселке необходимо найти место для будущего сквера и подготовить проект для подрядчика. Вполне возможно, уже в следующем году мечты местных школьников будут реализованы. Как быстро в нашу жизнь входит новая терминология. Еще год назад вот уверен о том, что такое обсерватор, знали единицы. Сегодня название спецучреждения для больных и контактных в обиходе, как и слова коронавирус и самоизоляция. И это та реальность, с которой нам придется жить, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Не исключением стал и большой район, где эпид-обстановка обостряется уже на протяжении второй недели. Детский сад для взрослых в поселке Федоровском для граждан, которым необходимо соблюдать карантин по коронавирусу, подготовили обсерватор. Под него приспособили здание бывшего дошкольного учреждения. Перед открытием обсерватора сотрудники Роспотребнадзора провели его приемку. Присоединился к ним и мой коллега Антон Севастьянов. В здании детского сада под обсерватор оборудованы 10 боксов. Для каждого есть отдельный вход, чтобы разделить пациентов. Вначале они будут сдавать свою одежду на санитарную обработку и хранение в специальные комнаты. Жить постояльцы обсерватора будут вот в таких помещениях на 4 человека. Расстояние между кроватями в них должно быть не меньше полутора метров. Здесь, конечно, не хоромы. Впрочем, особый комфорт создавать никто и не собирался. Главное, что помещения теперь отвечают требованиям Роспотребнадзора. В старом здании детского сада раздельное расположение боксов и санузлов установлена система видеонаблюдения. Раньше с ее помощью следили за порядком в группах дошколят. Учитывая, что все абсолютно граждане будут здесь 14 дней без единого выхода на улицу. Поэтому важно иметь возможность наблюдать за тем, как здесь люди себя чувствуют. За самочувствием постояльцев обсерватора будут наблюдать медики. Для них подготовили специальное помещение с диагностическим оборудованием. Кроме того, за 12 дней здесь выполнили косметический ремонт помещений, установили необходимую сантехнику, обновили электрооборудование, закупили мебель и аппараты для обеззараживания воздуха. Выполнялись работы по переустановке дверных проемов, переоборудованы санузлы, там, где были установлены дополнительные места для принятия душа. И были установлены дополнительные перегородки, те, которые необходимы для отсечения, будем говорить, так называемой грязной зоны от чистой зоны. Ни шагу за порог. Те, кто контактировал с зараженными коронавирусом, будут находиться здесь две недели. В течение этого времени предусмотрена регулярная санитарная обработка помещений. Даже постельные принадлежности для людей на изоляции особые. Они в специальных чехлах, которые также положено дезинфицировать. Лучше всего под обсерваторы подходят гостиницы. Но власти района пошли на модернизацию садика в Фёдоровском. На неё потратили 43 миллиона рублей из окружного бюджета. Поскольку район не обладает таким набором гостиниц, был осуществлён поиск возможных к быстрому переоборудованию помещений. В нынешней ситуации, когда в районе уже более 170 заболевших, мы, конечно, понимаем, что данный объект будет актуальным и востребованным. Охрана обсерватора поручена росгвардейцам. Миссия силовиков – следить за тем, чтобы между постояльцами и внешним миром не было никаких контактов. Дать объект в эксплуатацию планируется 15 мая. Направлять на карантин людей сюда будут сотрудники Роспотребнадзора. По больницам Югры на этой неделе распределили груз, прибывший из Китая. Речь о первой партии средств индивидуальной защиты для врачей, которую доставили в Сургут авиарейсом из Поднебесной. Теперь её развозят с аптечного склада по медучреждениям. Груз из Китая разместили на региональном аптечном складе в посёлке Белый Яр. Оттуда распределили 10 тонн защитных костюмов и халатов, которые прибыли из Поднебесной первым рейсом. Так машины со спецодеждой для врачей ушли в больницы Сургута, Нижневартовска, Лангипаса, Коголыма, Мегиона и других городов. К перевозке подключились и предприниматели Сургутского района. Подробности в следующем сюжете. Под завязку грузят газель Владимира Скачкова. Он приехал на региональный аптечный склад в Белом Яру за партией средств индивидуальной защиты для медиков Коголымской больницы. В 30 коробках, костюмы и халаты. Мы в понедельник средопятницы приезжаем. Сколько рейсов придётся сделать? Вот это? Да. Разве доберу это всё? С аптечного склада идёт распределение груза из Китая. На минувшей неделе сюда из Поднебесной доставили 20 тонн защитного обмундирования для врачей. Сейчас его развозят по больницам Югры. В Сургутском районе партии экипировки из Китая доставили в Белый Яр, Лентор, Нижнесартымский и другие поселения. Всем по потребности. Потребность определяют службы департамента здравоохранения. Центр лекарственного мониторинга контролирует тоже этот вопрос. То есть они смотрят по потребностям больницы. У них есть оперативные данные по запасам тех или иных средств индивидуальной защиты. И непосредственно в больницах, которые находятся. И в соответствии с этим они уже и определяют потребность, сколько мы должны отгрузить, чтобы на ближайшее время людям хватило. По расчётам, хватить должно на два месяца. Власти Югры закупили в Китае 100 тонн защитных средств. Респираторов, костюмов, халатов, бахил. Всё это крайне необходимо медикам. Они сейчас работают с пациентами в условиях распространения коронавируса. А ситуация с заболеваемостью в Югре напряжённая. Инфекцию подхватили около тысячи человек. Число заражённых увеличивается. К перевозке груза из Китая сразу подключились предприниматели Сургутского района. Была задача обеспечить самую первую перевозку. Перевезти с аэропорта на территорию Белого Яра, там, где складируется этот груз. И дальше уже разводится. Предприниматели подключились. Первая же просьба, никто не отказывает. А первая же просьба удовлетворена. В Сургутском районе положение дел беспокоит и власти, и медиков. Муниципалитет на втором месте в округе по заболеваемости COVID-19. В поселениях зафиксировано почти 200 случаев заражения. По мнению специалистов, число инфицированных растёт из-за того, что люди игнорируют санитарные правила и порядок самоизоляции. На прошедшие недели в Югре ввели масочный режим для всех. Раньше она шила коврики и чехлы для автомобилей. Теперь Наталья Есенеева строчит медицинские маски. Предпринимателя из Белого Яра заставила перепрофилировать производство пандемии. Спрос на продукцию для машин упал, зато на маски взлетел. Был очень большой спрос на маски. И мы перепрофилировались в этой области на какой-то период времени на пошив масок. Пошив масок мы отшиваем для организаций. По оптовым ценам заключаем договора с ними всё в большом количестве. Мы уже отшили более 30 тысяч масок на организации. За выпуск масок в поселениях района взялись и ещё несколько предприятий по пошиву различной продукции. По той же причине, что и Наталья Есенеева. По словам предпринимателя, для перепрофилирования ничего не потребовалось. Швейное оборудование, налаженные контакты с поставщиками тканей были и так. О большой прибыли речи нет, говорит хозяйка от Ильи. Главное, что переход на маски позволил предприятию поправить дела и удержаться на плаву. В гору пошли только в том, что мы получили большие заказы. Так как у нас оптовые цены и цена на маски у нас низкая, мы отшивали по 20 рублей за маску. То, что как бы мы не наваривались на этом. Мы понимали, что людям нужны маски. На аренду хватает оплатить и покушать. Заплатить налоги, всё как положено. На этом мы заработали. Под влиянием обстоятельств люди меняются. О районных предпринимателей, к примеру, пандемия заставила активнее пользоваться электронными сервисами для продажи товаров и курьерской доставкой. Быстро расширять или полностью менять ассортимент продукции. И это, вероятно, не предел. Вполне возможно, уже есть такие, кто учится делать защитные костюмы для медиков по сходной цене, чтобы их не надо было заказывать из Китая. Откровенно о наболевшем сейчас, когда вокруг всей коронавирусной темы муссируют огромное количество слухов, мифов и домыслов. Очень важно получать объективную информацию. На этой неделе глава большого района решил ответить на волнующие жителей поселений вопросы. От обеспечения масками до возможного закрытия некоторых посёлков. Без преувеличений лишних оптимизма и паники. Андрей Трубецкой в нашей следующей рубрике. Добрый день, уважаемые жители Сургутского района. В соцсетях поступает очень много вопросов по распространению коронавирусной инфекции. И для того, чтобы предупредить возможные вопросы и слухи, решили сегодняшний выпуск посвятить этой теме. Значит, первый вопрос. Что делается для локализации инфекции? Проводится ли и сколько раз должна проводиться дезинфекция улиц поселения? Ну, в первую очередь установлены все контактные лица. То есть не только 60 заболевших, но и 453 лица, которые находились в контакте. Они находятся под постоянным наблюдением. Силами администрации района производится оборудование специального обсерватора, куда по предписанию Роспотребнадзора будут размещаться контактные лица. Закуплено без малого 2 тонны дезинфицирующего раствора. Деньги выделены из бюджета округа. Значит, в зависимости от применяемого дезинфицирующего раствора обработка улиц должна осуществляться с периодичностью либо раз в сутки, либо раз в трое суток. Когда и где откроется обсерватор? Для обсерватора выбран недействующий детский садик в городском поселении Федоровский. Значит, сейчас производятся работы не только по его оборудованию, но и по обеспечению лиц, которые там будут размещаться необходимым питанием, обслуживанием, дезинфекцией, сменой белья. Планируем закончить работы по полному его, скажем так, приведению в работоспособное состояние к 14 мая текущего года. Размещение лиц в обсерваторе возможно и будет осуществляться только по предписанию Роспотребнадзора. В Федоровском ходят слухи, что поселок будут закрывать. На сегодняшний момент этот вопрос не обсуждается. Но хочу обратиться к вам еще раз, уважаемые жители Сургутского района. Только от нас с вами зависит во многом, будем ли мы здоровы, либо мы подцепим эту инфекцию. На сегодняшний день действуют все необходимые регламенты и разъяснения. То есть и по соблюдению масочного режима, и по соблюдению социальной дистанции, и по ограничению контактов. Давайте честно скажем, не всегда мы их с вами соблюдаем. А вот когда жареный петух клюнет в одно место, ну, начинаются вопросы, кто нам поможет, кто нас спасет, кто нас будет лечить. Вот лучше оставаться здоровым и не подвергать свою жизнь опасности. На сегодняшний момент вопрос закрытия того или иного населенного пункта не стоит, но он может встать в случае пикообразного, то есть лавинообразного распространения инфекции. Я хочу сказать, что за последнюю неделю мы приросли более чем в два с половиной раза по новым подтвержденным случаям. И очень часто это происходит из-за того, что мы с вами, жители Сургутского района, не соблюдаем действующие рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Ходим без масок, гуляем, понятно, что погода хорошая. Не соблюдаем дистанцию. Все это приводит к распространению этой инфекции. Будут ли детей в школе возвращать научное обучение до конца этого года? Значит, пока все школы на территории Сургутского района работают в дистанционном режиме, до 15 мая департамент образования ЮГРЫ должен принять решение, по какой схеме будет проходиться и сдача и ОГЭ, и ЕГЭ. И, собственно говоря, будет ли продолжен учебный процесс. Ждем разъясняющих документов к 15 мая текущего года. Как лично глава соблюдает все условия самоизоляции? Органы местного самоуправления по указу президента продолжают работать в текущем режиме. Значит, хожу в перчатках, хожу в маске. Сократил до нуля все выезды в поселение. Все совещания проводят в режиме только ВКС. Все личные контакты, они полностью отменены. Значит, уважаемые жители, хочу к вам еще раз обратиться. Не подвергайте свое здоровье напрасному риску. Все возможные рекомендации выданы и действуют. Соблюдайте, пожалуйста, социальную дистанцию. По возможности откажитесь от ненужных контактов. Несмотря на хорошую погоду, все-таки прошу вас ограничить выход на улицу и передвижение. Только от нас с вами зависит, оставимся ли мы здоровыми, либо подвергнем свою жизнь и здоровье ненужной угрозе. Грант главы Сургутского района нашел своих обладателей. Почти 4 миллиона рублей получили некоммерческие организации муниципалитета. Средства все НКО должны потратить на свои проекты. В этом году на грант от Андрея Трубецкого подали заявки 39 организаций. Деньги из районной казны получат 16 из них. У тех, кто не прошел отбор, еще есть шанс. Почти 5 миллионов рублей администрация Сургутского района планирует передать НКО уже в сентябре. И среди тех, кто получил заслуженный грант на общественную деятельность, детско-юношевский конный клуб поселка Белый Яр. НКО сейчас переживает не лучшие времена. Все занятия отменены из-за пандемии. Сам клуб от закрытия спасает только финансовая поддержка из округа и муниципалитета. Подробности в нашей рубрике «Дела большого района». Любое общение с людьми для лошадей сейчас в радость. Еще недавно в детско-юношеском спортивном клубе «Белого Яра» кипела жизнь. Почти 40 ребят и девчат занимались верховой ездой. Сейчас племенных скакунов обкатывают лишь сотрудники НКО. Без движения породистые красавцы зачахнут. Отменены тренировки и занятия. Дети не могут посещать тренировки. В основном у нас бюджет клуба, кормление лошадей, содержание лошадей все равно складывается из оплаты таких тренировочных занятий, мероприятий, прокатов, экскурсий. А кормить надо 24 лошади. Добавьте сюда постоянный уход и услуги ветеринара. Сейчас в трудное для всей страны время, без поддержки, НКО просто бы перестало существовать, признается руководство клуба. Помощь пришла из администрации Сургутского района и пришла заблаговременно. Еще до введения режима повышенной готовности, чиновники помогли заявиться на грант губернатора Югры. Получая такую поддержку, мы, наверное, что-то сделали правильно, грамотно все прописали. И первый грант у нас был грант губернатора. Подсказывали, направляли. Огромное спасибо, конечно, потому что это действительно много значит. Победа в окружном конкурсе на финансирование стала первой. После нее уже ученые-представители конного клуба заявились на грант главы Сургутского района. Обосновали свой проект и снова достигли результата. Средства из муниципальной казны потратят на необходимую для проведения соревнований атрибутику. Данный клуб находился на уровне энтузиазма. Они проводили очень хорошие соревнования, но у них не было материально-технической базы. И коллеги, сама Наталья Сафонова, они из подручных средств сделали ту же атрибутику для соревнований, которая им в априори нужна. Благодаря гранту главы района переоборудуют и поле. После всех работ площадка сможет с полным правом принимать официальные соревнования регионального уровня. Мы хотели ввести у себя тоже на территории Сургутского района хорошую, добрую традицию проводить соревнования. Оно подгидывает кубок главы района. Как заверяют в Белоярском конном клубе, первый кубок главы Сургутского района может состояться уже в ближайшее время. Сроки проведения сейчас зависят от эпид-обстановки и от даты снятия режима повышенной готовности. Редактор субтитров А.Семкин